Здравствуйте, дорогие друзья! Христос Воскресе! Вновь передача «Просто о вере» на ваших экранах. И я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Мы уже неоднократно говорили о том, что сердцевиной церковной жизни, жизни церкви, духовной жизни, является такое таинство, как таинство причастия. Однако вокруг этого таинства регулярно возникают вопросы, недоумения, связанные в основном с практической стороной подготовки к этому таинству, участия в этом таинстве, как часто надо участвовать в таинстве причастия. И все было бы ничего, если бы эти дискуссии не проходили бы горячо и чуть ли не с обвинением обеих сторон. Сторонников, которые хотят причащаться, часто обвиняют в модернизме, обновленчестве, о фактической профанации таинства причастия. Ну а те, которые, говорят, выступают за частое причащение, обвиняют сторонников редкого причащения в том, что они не понимают самого содержания этого таинства, и что, по сути дела, литургия служится исключительно ради него. Как с этим быть, мы попытаемся разобраться с ректором Самарской духовной семинарии, с отцом Максимом Кокаревым. Здравствуйте, батюшка. Добрый день, отец Сергей, добрый день, дорогие телезрители. Для наших телезрителей вы уже лицо знакомое. Все прекрасно в том числе знают, что самое первое ваше послушание в Самарской семинарии – это было преподавание именно устава исторической литургики. И поэтому, конечно же, к кому, как ни к вам, обратиться с разрешением данного недоумения. Но в качестве некоторой такой преамбулы мне хотелось бы просто сказать, что я, может быть, и не поднимал бы этот вопрос, если бы на моем приходе не возникло недоумения. Ну, вы знаете, что я вообще как бы сторонник действительно частого причащения, стараюсь это в том числе как-то проповедовать, объяснять нашим прихожанам. Но вот появляются некоторые люди, как бы впервые переступающие церковный порог, и они цитируют других священников, не менее уважаемых, чем вы. И вот одни старейших священников епархии говорят о том, что нельзя часто причащаться, и что вообще это превращает причастие чуть ли не в какой-то обычный обед поедания просворки с вином, и что благоговение утрачивается, и что вообще такое причащение становится даже опасным. И вот, чтобы действительно ответить на этот вопрос, мне кажется, как раз нужно очень полномерно, последовательно, поступательно разъяснить для наших телезрителей вообще, что же такое таинство причастия, с какого момента вообще к этому таинству появилась подготовка, потому что в Евангелии мы, например, про подготовку ничего не слышим, не знаем, что там нужно поститься, молиться, каяться и так далее. Вот. Действительно ли причащаться часто – это духовно опасно? В общем, вот этот цикл вопросов мы постараемся разобрать в наших трех встречах, в наших трех передачах. Давайте начнем с главного. Почему же все-таки таинство причастия является главным таинством, смыслообразующим таинством церкви? Ни крещение, не знаю, ни рукоположение. Ну, насчет рукоположения, понятно, что оно тоже важно, но оно не всех касается вообще. Если сравнивать с крещением, то в принципе, ну, скажем так, крещение тоже важно. В принципе, они достаточно близко стоят, и поэтому даже вот в классическом протестантизме, когда он появлялся, и когда ставилось под сомнение наличием на семи таинствах, как было в такой традиционной католической схеме, то вот тот же Мартин Лютер, да, то есть он как минимум два таинства соглашался признать все-таки именно как таинство, это как раз таинство крещения, таинство евхаристии. Поэтому сейчас просто дело в том, что у нас весь 20 век, это, как говорят обычно в богословии, это век экклезиологии. То есть, ну, скажем так, для наших телезрителей напомню, что экклезиология – это учение о церкви. То есть это такой раздел богословия, там много чего есть в богословии, но вот есть учение о церкви, экклесии, собрании. И действительно, если мы смотрим, то 20-й век прошел под знаком экклезиологии. Что станет центром богословия в 21 веке еще сложно, мне сказать, я не то чтобы профессиональный богословик, скорее историк, поэтому посмотрим. Но 20-й век действительно был веком экклезиологии и практической экклезиологии, сколько всяких было проблем, и до сих пор еще как-то вот, наверное, в чем-то продолжается тематика 20-го века. Вот мы видим все эти нестарения, попытка найти там консенсус между поместными церквями, внутри единства православного полноты. Вот, и это непросто. И вот как раз экклезиологический такой акцент 20-го века, он породил такое явление, как ифористическая экклезиология. То есть вот в рамках ифористической экклезиологии, это в первую очередь отец Николай Афанасьев и его ученики, и младшие современники, товарищи, отец Александр Шмеман, это и другие из других поместных церквей, это греческие богословы, тот же ныне живой, очень такой преклонных лет старец, можно сказать, метаполит Иоанн Зизиулос, который в чем-то может считаться учеником Афанасьева, в чем-то он скорее с ним не согласен. Так вот, вот в рамках ифористической экклезиологии действительно принято говорить о том, что там может быть есть свои перекосы, там вообще все содержание жизни церкви, абсолютно все, может сводиться исключительно к ифористии. Поэтому есть и альтернативная модель, есть как раз так называемая крещальная экклезиология, где больше места крещения уделяется, и она как раз скорее в конце 20-го века, да, как. Ну, потому что, чтобы не было, может быть, какой-то такой абсолютно безальтернативности одного, потому что у нас нет единой утвержденной догматизированной экклезиологии, то есть через что воспринимать церковь. Но это плохо или хорошо? Нет, мне кажется, это достаточно хорошо, не дай бог, чтобы была какая-то одна, тем более спущенная сверху. Но вот мне лично ифористическая модель, при ее, в принципе, осознаваемых мною тоже недостатках, что она вот что-то оставляет за кадром. А что она оставляет за кадром? Ну, по крайней мере, что ставят, ну, не в вину, а в чем спорят с отцом Николаем Афанасьевым, тот же митрополитранзизиулос, он всю роль предстоятеля в церкви, абсолютно, там все остальное стоит за кадром, сводит именно к тому, что вот задача особого служения священства, как мы говорим, особой харизмы, предстоятельства, она только в том, чтобы возглавлять афористическое собрание. Ну, тут, наверное, все-таки объективнее сказать, роль чуть шире, потому что административные функции, как бы ни нам нравились, ни нравились, они тоже есть. То есть церковный суд, увы, иногда это приходится делать, тоже есть. Другое дело, что и Афанасьев, кстати, об этом упоминает, в принципе, в древней, по крайней мере, церкви все эти функции, они все равно как-то теснее были связаны с евхаристией, потому что это все происходило, ну, в рамках собрания евхаристического. И даже, ну, назовем это судом, то есть отлучение кого-то, да, оно тоже было отлучением от евхаристического собрания. То есть, ну, в любом случае, есть ряд, это мы сейчас не будем погружать телезрителей в глубокую полемику, то есть есть ряд корректив, скажем так, не то, что мы сейчас совсем, сейчас уже нельзя вообще отмахнуться от евхаристической экклезиологии, в принципе, вот именно в серьезном богословском таком ключе. Можно говорить о том, что там, может быть, еще можно где-то глубже, обширнее, еще о чем-то говорить, не сводить все только к евхаристическому собранию, потому что церковь, наверное, да, не сводима только к нему. Но в любом случае, вот именно в 20 веке мы заговорили вот именно вот в таких терминах, что центром всей церковной жизни является евхаристическое собрание. Поэтому я не скажу, что это, то есть оно было центром жизни церкви всегда, но вот осознавали мы это, да, вот так остро, может быть, не всегда. То есть в средние века, ну даже не в средние века, а даже вот наше такое, если на дальнее время, да, ну посмотрим классические формулировки, экклезиологические, ну не знаю, там, катехизм, метаполит Филарета, они же более по внешним признакам. Церковь, это, сообщество, верующих, объединенных, единым исповеданием, единой иерархией, там, и так далее, и так далее, в священном начале и прочее. То есть там как бы таинствами тоже, вот в одно слово стоит, но никакого акцента на евхаристическом собрании там нет. А в 20 век, ну вот нам открыл, скажем так, такой подход, когда мы вообще жизнь церкви воспринимаем через евхаристию. Правильно ли я понимаю, что это очень похоже на учение исихазма? Вот в каком ключе. По-моему, у Харужева я читал про то, что исихазм в христианстве существовал всегда, только к 15 веку его доформулировал Палама. А так, в принципе, это сердцевина христианской, духовной, аскетической жизни. То же самое можно сказать про евхаристию. То есть, условно говоря, она всегда была сердцевиной. И древние христиане это понимали лучше. Потом какое-то время происходит некое охлаждение, я так понимаю, и некое, особенно в эпоху становления церкви, как официальной церкви, как государственной церкви, там много других атрибутов церкви появляется. Хорошо было бы чуть подробнее про историю апостольской общины. То есть, как там устроено было причастие? То есть, как часто причащались? Что оно из себя представляло? Как готовились, не готовились? Ну и в частности, о чем говорит апостол Павел, когда он говорит, что многие из вас причащаются недостойно, потому немало болеет, и некоторые даже умирают. Вот что он имеет в виду про недостойное причащение? Ну, вот как раз мы расначили с того, что нефористическая эклизиология является такой попыткой воскресить подлинное древнехристианское отношение к таинству, поставить его в то место, в которое, да, как в некий центр. И мы здесь как раз и, собственно говоря, и основатели и фористической эклизиологии тоже имели интерес, но очевидный, в пользу наиболее ранних веков. В принципе, же, да, отец Николай Афанасьев начинал не как вот специально там богослов-эклизиолог, он, в общем-то, историк, патролог, но патрологи все разные. Кому-то интересна Палама, кому-то интересна отцы Кападокийца Золотого века, отец Николай вот начинал с изучения святых отцов первых трех веков, то есть ранних отцов. То есть ранний Тат Игнатий Богоносец, вот в фокусе его интересов, там, Поликарпс Мирский и так далее. Вот. И такие там памятники, как Дидохия и прочее. Так вот, и вот из этого, да, я так понимаю, что это повлияло на него. То есть я не знаю, что было раньше интерес к евхаристии, потом интерес к ранним отцам или интерес к ранним источникам породил интерес к евхаристии. Сейчас я не самый большой специалист в творчестве отца Николая Афанасьева, но в любом случае, это его труды основные, церковь Духа Святого, трапеза Господня, да, они все вот, в общем-то, и об истории церкви, и эту же евхаристическую экклезиологию. То есть он как бы... Вот. Так вот, одним из самых главных аргументов, ну, тоже вот в любом случае, прежде чем мы дальше пойдем, хотелось оговориться, что аргумент, что вот когда-то было так, это тоже не единственный аргумент. И, в общем-то, он не может быть признан, скажем так, давлеющим. Мы должны сказать, из-за того, что актуально для церкви здесь и сейчас. Потому что, ну, что-то было... Мы не можем вернуться во всем в то же благословенное апостольское время. Это, скорее, такая не очень умная попытка некой такой исторической реконструкции. Да, и вот этим можно... Этим люди страдали и страдают в разное время, в разной степени. Вот, собственно, протестанты провозгласили там вот этот путь назад к апостольской простоте. И вместе с этим выкинули очень много, так сказать, да, все наследие византийское и прочее, прочее. То есть попросили благословение до того, что было у апостолов. Ну, не было, конечно, апостолов канонов Иоанна Дамаскина, вот, великолепных, да, но просто потому, что не могло быть. Были только псалмы, и вот и осталось там. И вот это все было заменено еще и какими-то своими песнями там, да, каким-то... Вот. Поэтому это такой же путь был у католиков, которые объявили в 19 веке, как началось литургическое возрождение, объявили идеальным богослужением классической латинской церкви, там, 12-13 веков, и пытались вернуться туда, в своей реформе литургической, просто вернуться туда. И третий вариант – это наши старобрядцы, которые говорят, что нужно все делать, как было до патриарха Никона. То есть любая модель – это археологическая какая-то реконструкция, это неправильно, церковь жива здесь и сейчас. Поэтому все-таки, несмотря на то, что мы говорим в древней церкви, вот было так, да, мы должны еще и осознать, насколько для нас мало чего было в древней церкви, действительно. Поэтому сейчас много в этом восстановлении, если тут диаконис, вот его пока не восстановили, говорят много, но надо, не надо, но тут он был в древней церкви. И вопрос, насколько он так жизненно необходим и актуален сейчас, я понимаю, что он не… Ну вот тогда вот все-таки вернуться, да, хочется? То есть, а тогда что остается неизменным? Ну, то есть, вот то, что является, ну, если не догматизированным, то, по крайней мере, неким столпом, на котором церковь зиждется. Вот частое причащение, например, оно относится к этому? Или, условно говоря, меняются времена, меняются нравы, и меняется, соответственно, практика? Ну, я здесь, я здесь поэтому высказываюсь достаточно осторожно. То есть, если мы встанем на такую позицию, что, ну, только те, кто часто причащаются, какие-то правильные христиане, это очень опасно. Конечно, мне ближе тоже гораздо, и, наверное, правильнее, и органичнее, да, регулярное, постоянное, достаточно частое причащение. Но опять здесь грань все-таки, и даже древние христиане понимали, по канону-то видно, что нет такого канона, кто не причащается каждое воскресенье, все плохо. Там по-другому немножко сформулировано, там три воскресенья подряд не причащается, да. Но это тоже уже, то есть, если ты месяцами не причащаешься, вообще, это странно. То есть, здесь тонкая грань, но ее пытались нащупать. Поэтому, конечно, лучше это вот медленная, через просветительскую, опять-таки, деятельность, через воспитание, но движение к более активной евхаристической жизни. Вот. Ну, просто сказать, что выкинуть тогда из церкви, как поступили протестанты все века, когда причащались, редко сказать, что люди жили неправильно, не по-христиански, или они, вообще, страшно сказать, не спасались, не были христианами, когда причащались раз в год, когда монахи причащались раза три-четыре в год, это считалось прямо, вот они монахи и подвижники, да. Вот. Нет. И церковь была церковью даже в те века, когда одного из первых проповедников частого причащения, преподобного Никодима Святогорца, чуть ли не еретиком, являли его книги на Афоне, изымали и сжигали. То есть, сами афониты запрещали читать его книгу, а не пристанном причащении стыг дорог. Считалось, что что-то такое вообще. Дерзновение какое. То есть, ну, при этом церковь была церковью, конечно. Но, опять-таки, да, то есть мы не можем быть, что, а если в синодальное время, или там в средние века, и потом в наше, там, новое время, мы привыкли причащать рек, давайте оставим так, что ничего менять вообще не будем. То есть, если мы в какой-то момент отошли от, да, каких-то вещей, можно... Это... Я вот как... Вот больше это воспринимаю, как предполагатель литургики. У нас за длительное время существования в уставе могут быть какие-то вещи, которые, ну, вот мне хотелось бы изменить. Но я прекрасно, с другой стороны, понимаю, что это очень болезненное такое дело. Я понимаю, я искренне считаю, что так правильнее было бы. И... Но я понимаю, что церковь – это живой организм. И если сотнями лет люди привыкали, то это очень сложно. Это только через вот любые литургические реформы, это только через долгий процесс сосуществования разных практик. Потому что, когда... Попытка вот в три года поменять всю практику многих веков, это то, что сделал Патриарх Никон. Отец Максим, но все-таки мы немножко ушли от вопроса... Возвращаясь к древнему христиану, да, то есть, значит, насколько... Что мы видим там? Но, судя по всему, судя по всему, да и даже не только совсем древним, и уже после легализации христианства, по крайней мере, первое время, там, 4-й век, 5-й век, хотя в 5-м веке уже голоса слышатся о неком охлаждении. Тот же Иоанн Златоуст, на рубеже 4-го, 5-го веков он скорбит о том состоянии, которое было. Вот. Но мы видим, что, особенно вот по книге Деяний, что это было таким постоянным, необходимым и, в принципе, конституирующим церковь вообще таинством, потому что та краткая фраза... Есть в книге Деяний несколько... Не подряд, а в нескольких главах встречающиеся общие характеристики состояния церкви, как называют такие краткие все, вот присоединившись, это новокрещенные, это в самом-самом начале, после первой проповеди апостолов, пребывали в общении, в, значит, слушании апостолов и в преломлении хлеба. В молитве преломления хлеба. То есть, это вот молитва, беседа с апостолом, в сути, проповедь, вот, и преломление хлеба, это были, ну, собственно говоря, все. Понятно, что были какие-то другие формы, мы видим, сейчас есть там углублят, что там и храм Иерусалимский иногда посещали, и, видимо, некоторые палестинские христиане все-таки не все оставили от того ветхозаветного культа, там был, мы помним, как апостолу Павлу палестинские христиане предложили присоединиться к обету Назарейства, в храме, там, все это официально, поучаствовать даже в этих мероприятиях, то есть, вполне еще в ветхозаветном характере. Но в целом, вот именно новая советная жизнь церкви, то, что отличало эти общины от, как я обычно говорю, да, то есть, вот, в принципе, можно попасть там, перенестись на машине времени в первый век и попасть на собрание синагогу, на собрание евдеев, не верующих во Христа и на собрание первых христиан, внешне будет очень похоже. Ну, вот, как раз то, что делало христианскую общину христианская община, это то, как позовет у самого Христа, сие творите в мое воспоминание, всегда, когда идите этот хлеб и пьете в мою чашу, вспоминайте и мое смерть, исповедуйте и мое воскресенье. И, вот, собственно говоря, я думаю, что не возникал вопрос о чистоте, по большому счету. Всегда, когда было возможно, ну, понятно, что речь не о ежедневном, то есть, вот, совершенно точно традиции служить, как у нас в Больших соборах, каждый день, чтобы в Евхаристии каждый день, ну, это очень поздняя история. Ну, как поздняя, то есть, не первые 400 лет, наверное, точно. Первые лет 300, дай бог, если в эпоху гонения христиане удалялись собираться беспрепятственно каждое воскресенье. В День Солнца. В День Солнца, да. Он же День Солнца, первый день, а потом уже со второго века, собственно, внутри себя христиане передают им другое название, Деис Доминика, то есть День Господень, а Иоанн Златоуст называет его День Хлеба, в чем очень характерно, то есть, вот, если это День Хлеба, то главное содержание этого дня, Хлеба с большой буквы, естественно, вот, то даже по этому названию видно, какое значение в том, чтобы правильно встретить этот день, было у Таинства Евхаристии. Поэтому я понимаю даже, почему такой евхаристический голод и такой, такая интенсивность литургической жизни была, потому что действительно здесь придавала еще остроты ощущениям эпохи гонения сама, когда никто не знал, в следующее воскресенье удастся собраться или нет, и каждое воскресенье переживалось как последнее. То есть, или даже там, мы еще будем на свободе, а уже пресс-витера не будет, мы не соберемся, вот, то есть, без пресс-витера мы не. Появляется практика хранения запасных даров, даже мирянами, мы помним, это прекрасно, то есть, она именно обусловлена благонениями. Я бы хотел здесь особый акцент сделать, то есть, чтобы люди просто это прочувствовали, то, как сейчас существует практика брать просфорку в конце службы, нести ее домой, люди точно таким же образом брали тело и кровь Христовы. Кровь нет. Судя по всему, хранилось в сухом виде тело. То есть, вот в заготовленном таком, или как, или просто тело? Просто тело. Судя по источникам, традиция напаять вообще, соединять в запасных дарах тело и кровь, она даже для литургии прежде освященных даров очень поздняя, речь идет о 12-13 веке. Сама литургия прежде освященная, когда вот не дома все причащались, заранее освященными дарами, а в литургийном таком контексте, в храме, появляются веки в восьмом, в седьмом, в седьмом, скорее, в седьмом, уже первое упоминание, в начале седьмого века. А вот традиция напаять и хранить пропитанной кровью тело, это, по-моему, 12-13 век. Потому что, я думаю, ну, так технически удобнее, сухое просто быстро подсыхает, и все, а здесь нужно специально хранить и уловить этот момент, не дай бог заплеснили. Ну, просто чисто... Технически так. В том числе и пандемии прошлого года, да, что вот может ли что-то находиться в дарах и при их физической природе. Ну, вообще-то, они плесневеют. Вообще-то, воздействие бактерий и всех остальных каких-то вещей, оно... Все, что происходит в физическом мире, мы видим. То есть, если кто не видел, извините, заплеснивал их с этих даров, то я видел за 20 лет. Увы. При неправильном хранении, и потом приходится этот благоговин, конечно, потреблять. Если там совсем все прям сильно-сильно, знаете, такая... Ну, такого я не видел, потому что все-таки они всегда на виду, на престоле чуть-чуть заплесневали, уже можно как-то успеть потребить. А вот, я себе представляю, если бы там развелась какая-то колония жизни, то тогда, наверное, только сжигать. Ну, такого, слава богу, не доводилось видеть. Вот. И поэтому хранили именно так проще, вот в сухом виде, просто сухой хлеб. В физическом смысле. И дома производили практику самопречищения. Да. Из этого родилось целое чинопоследование у нас в чистословье то, что мы называем изобразительными. То есть, изобразительными это вообще потом стали называть. Впервые, когда встречается этот текст в монастырских, в монашеских часословах, тоже в орологии у него восьмого, по-моему, века, знаменитой орологией самопречищенного, там этот чин назван, там нет слова изобразительные, там вот перед ним стоит просто заголовок такой. Истин металлипсин. На причащение. То есть, чин, ну, как бы для... Причем и в седьмом веке практиковали, века до девятого, чуть ли не до десятого. Но надо понимать, что когда гонения кончились, у мирян потребность такая острая в хранении у себя даров, она, конечно, все-таки не стала такой. А вот монашество сохраняло эту традицию еще очень долго. И когда нам говорят, тоже очень часто приходится слышать, что вот когда люди узнают, то есть, когда ты узнаешь какую-то, ну, условно говоря, часть правды, какими-то сегментами, да, там возникает еще больше вопросов. Надо еще чуть-чуть углубить и дать себе какое-то усилие, да, чтобы... Ну, например, вот выясняется, что первые несколько столетий, ну, 200 лет точно, в монастырях не было священников своих. Монахи не принимали священный сан. И более того, сейчас многих игуменов, почтенных и архимандритов это удивит, монахи считали священный сан с монашеским званием несовместимым от слова совсем. То есть, считалось, что монах не может быть священником. Монах — это послушание, нестяжание и, значит, целомудрие, да, а священник — это отчасти власть, пусть духовная, но это власть, это руководство, это пастырское попечение, это необходимость общаться со всеми, вот, ну, то есть, ну, и так далее. То есть, какая-то такая другая совсем история. И монахи либо выходили в соседний, там, город, в храм, либо приезжал, была такая практика, священник, служить в монастырь, обычный белый, ну, женатый священник, вот, и либо вообще мы знаем, вот особенно нам ставят в пример, что вот практика была монахов, которые вообще, келиоты, которые вообще редко выходили из своих пустынь, то есть, жили достаточно обособленно не общежитием, где прям действительно корпусами, где действительно был общий храм, туда приезжал священник, а келиоты, которые, ну, вот большую часть времени проводили в том, что добывали пропитание себе сами, возделывая свой маленький, там, не знаю, кусок земли, или плетя корзины, потом продавая их, там, посылая послушников в город на рынок, вот, что вот они там, а многие вообще надолго уходили, и, как бы, есть ощущение, что люди спасались без причастия совсем, ну, тут тоже вопрос сложный, когда мы узнаем о том, что существовала практика хранения даров, она была достаточно распространена, это еще, в общем-то, все равно остается незакрытым вопросом, то есть, причащались люди или нет, мы в некоторых житиях видим, что у них дары были всегда наготове, то есть, вот, есть житие, даже не монаха, а монахини, по-моему, века восьмого или девятого, уже, где сказано, что вот почувствовав приход последних своих минут, то есть, ну, чувствуя, что Господь перебирает, Господь праведникам дает время, да, и дает ощутить, что пора. Последнее, что она успевает сделать, это встать, дойти до, ну, словно, место называемое святым углом, где у нее хранятся как чешется дары, вот она вычитывает, как может, какое может молитвенное правило, и, собственно говоря, успевает причаститься, и потом Господь ее забирает. То есть... Отец Максим, у нас не очень много времени для сегодняшней уже передачи остается. Мне бы очень хотелось все-таки, чтобы мы, ну, как-то логично завершили размышлением о том и рассказом о том, как все-таки первые христиане готовились к таинству причастия. Ну, мы не видим, как вы правильно сказали в начале, мы не видим никаких специальных подготовок, и, судя по всему, логика была в том, что, ну, и вообще, вся чистота христианской жизни первых веков, а мы понимаем, что церковь никогда не была идеальной, с одной стороны, с другой стороны, действительно констатируем тот факт, что настолько, ну, близка, что ли, к своему идеалу чистоты и верности обетам, да, люди церкви, ну, как в первые века, наверное, не были, потому что там оставались только те, кто, ну, готов был идти на смерть. Всегда в эпоху гонения это все-таки некое очищение. А тут сразу церковь почти, да, вступила в эту эпоху, и случайных людей было меньше. Поэтому вот это общее. Люди жили так, что, в принципе, они, конечно, что ли, если можно так выразиться, готовы были почти всегда. Вот они на смерть были готовы, и для них каждая эфхаристия, как последняя, каких-то специальных подготовок, но в то же самое время определенный ритм жизни, он не вот был обязательно связан именно с эфхаристией, но это можно считать каким-то определенным ритмом. То есть люди каждое воскресенье, допустим, да, старались, я так понимаю, что тоже не у всех получалось, старались приобщаться, при этом, если говорить о каких-то, ну, обычно подготовка имеет в виду некую аскетическую практику. То есть пост, молитва, вот две вещи. Про молитвы в самые первые века нам сложно сказать, именно про подготовительные молитвы заранее, я думаю, что вот первые несколько веков вряд ли. А вот то, что определенный пост эфхаристии предшествовал, хотя он не специально был с ней связан, но мы можем-то говорить уже о начале второго века. Есть замечательный памятник Дедахи или Дедахе, учение 12 апостолов, где сказано, что вот надлежит христианину, а это 20-30-е годы плюс-минус второго века. То есть это люди, поколение христиан, что было понятно нашим телезрителям, которые, будучи юными, совсем могли застать апостолов и, в общем, скорее всего, их застали вполне себе. Ну, тех из апостолов, кто дольше прожил. И это, в общем-то, фактически, да, вот второе, третье поколение. Это вполне еще первая церковь, и там сказано, что надлежит христианину по возможности, как бы, крайне желательно, да, такая рекомендация поститься два раза в неделю. То есть я думаю, что, поэтому мы сейчас тоже говорим о том, что это уже, мы в следующий раз поговорим о том, как сейчас, там, сказать, готовиться, какие есть варианты практики, но, в принципе, древние христиане постились два раза в неделю, и этого, я думаю, было вполне достаточно. Поэтому прибавить к этому еще каких-то дополнительных, там, трехдневных, каких-то постов было крайне сложно, потому что, ну, вы себе представляете, то есть каждый, ну, почти весь год, потому что, например, по древним уставам всю пятидесятницу не было поста в среду и пятницу, потому что до этого был очень большой, потом он родился, правда. То есть сначала, сначала-то просто указание, что поститься два раза в неделю, потому что длинных постов не было, поста четыре десятницы в первом веке тоже еще не было в том виде, а продиктованный этот двухдневный пост, мы с вами помним, да, в том числе и традиции еще ветхозаветной церкви, потому что, помните, это у фарисея, который хвастался Богу, что я пощусь два раза в неделю, только у христиан эти два дня стали другими, среда и пятница. В ветхозаветной церкви фарисеи постились, по-моему, понедельник и четверг, они были своя там какая-то под это дело основание подведено, но вот для христиан пятница день распятия и среда день предательства стали такими скорбными с одной стороны, ну и днями, когда... Они готовятся причастие. Я не думаю, что это было осмысленно, как... Это было осмысленно, как... Аскетическое делание... Да, которое, я думаю, христиане... Это было еще раз очень рано, это могло идти прямо от апостолов, мы помним претензии к Христу, почему твои ученики не постятся. Сейчас им и не надо поститься, я с ними. Вот когда, как может поститься человек на свадьбе, друзья жениха, вот отнимется от них жених, они будут поститься. Жених отнялся, они остались на земле одни, я думаю, что мы можем с большой долей вероятности предположить, что уже сами апостолы помнят слова Христа, стали вот как-то... Отец Максим, спасибо огромное за сегодняшнюю нашу встречу, передачу. Я для наших телезрителей поясню, что мы традиционно встречаемся некоторыми циклами, в конечном итоге через передачу мы должны будем ответить для вас, для себя, для всей церковной полноты на вопрос, так как же все-таки правильнее часто причащаться и есть ли в этом нечто греховное и как готовиться при таком раскладе к этому таинству. Так что присоединяйтесь к нам в следующий понедельник, продолжим этот разговор. Храни всех вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова